Здравствуйте! Это программа «Город Эсс» и я Елена Чернявская. Драматический, оперный, балетный, кукольный, сатирический. Что первое приходит на ум после этих прилагательных? Ну, конечно же, театр. Театральные постановки в этом театре не теряют актуальности. И сегодня, благодаря действию на сцене, каждый может почувствовать атмосферу определенного отрезка времени, жизнь различных слоев населения и погрузиться в судьбы известных людей. Сегодня в гостях Самарский художественный театр, а в Театре премьера я начинаю свой разговор с режиссером Самарского художественного театра Артур Бодолян. Здравствуйте, Артур. Здравствуйте. Ну что же, я рада приветствовать вас в этой студии. И вы знаете, актеры Самарского художественного театра очень частые гости. Программа «Город Эсс» у нас всегда получается, знаете, такой позитивный всегда разговор. Ну и тем более сегодня проанонсировать премьеру, которая состоится в театре. Ну это, мне кажется, вообще такое замечательное событие, особенно после Нового года. Но прежде чем мы начнем говорить как раз о премьере, я хочу спросить вас, почему вы выбрали профессию театрального режиссера? Расскажите о себе, как вас дорога привела в Самарский художественный театр? Вы знаете, режиссура – это моя не первая профессия. Я много где учился, так получилось. Много где работал, искал себя. Но в какой-то момент судьба свела меня с замечательными театральными людьми, которые просто сказали, ну попробуй. И я попробовал. Так. И это как-то занесло меня. И я в этом искал действительно ответы на ваш вопрос. А зачем это все мне? И только спустя много времени, когда я учился, потом ставил спектакли, я понял, почему я это люблю. Я люблю самое важное в этой профессии – это то удовольствие от репетиций, когда ты нервничаешь, ты в поисках, ты вместе с коллегами-актерами, вы что-то такое пытаетесь найти и находите. То есть сам процесс, да, вдохновляет? Сам процесс. После него я не чувствую ни капельки усталости. Я могу репетировать хоть и весь день, естественно, с небольшими перерывами, но я прихожу домой очень часто с чувством, что я чувствую себя человеком. То есть я... Ну как сказал классик, найди профессию по душе, и ты нигде не будешь работать. Вот это вот, наверное, ваша история, да? Вы знаете, да. Я скорее развиваюсь, нежели, вот знаете, работаю. Ну вот, кстати говоря, как вам Самара в театральном плане? Как вы считаете, как здесь развивается театр? Вы уже успели познакомиться со самарскими театрами? Вы знаете, к сожалению... Ну, во-первых, я у вас впервые в вашем замечательном городе. Но, к сожалению, я мало с какими театрами успел познакомиться. Это мое упущение, я обязательно это исправлю. Но я открыл для себя нечто, что мне очень приятно. Я открыл для себя российский город, в котором театр... Вот люди пытаются развивать театр. Это... То есть здесь много театров, как оказывается. Мне просто есть с чем сравнить. Я просто не буду называть другие российские города. И которым я желаю такого же стремления к развитию, какое есть у Самары. Здесь действительно... Здесь приезжает, работает мой мастер. Для меня это показатель. Здесь я познакомился с театральными людьми, которые разбираются в профессии. Но самое, на мой взгляд, важное, это отношение людей. Не знаю, насколько я смог это понять. Но когда общаешься... А я довольно-таки иногда люблю пообщаться с людьми на улице. Там прихожу к стоматологу вдруг. По нужде, так сказать. Который мне говорит, о, театр, я стараюсь людям... Ой, людям, говорю, извините. Детям своим прививать. Вот, вожу их. У нас город весьма театральный, конечно. То есть, действительно, я... Мне приятно, что я приехал в театральный город, где людям это интересно. Приехали из Еревана, столицы Армении. А как вы считаете, есть ли, на ваш взгляд, вот что-то общее между театром в Ереване и в Самаре? Вы знаете, много общего я успел заметить. Вот чуть выше я уже сказал нечто общее в Ереване. В Ереване, скорее, театр больше развит, чем в других городах нашей республики Армения. Но вот то, как здесь развивается театр, вот в нашей стране, в других городах, это начинается. И поэтому у меня интерес теперь не только в Ереване. Потому что раньше у нас только в нашей столице все сосредоточено было. Как вот в России, наверное, больше ориентируются на Москву, Санкт-Петербург. А я считаю, что вот когда в других городах что-то люди пытаются сделать качественно, это достойно не меньшего внимания 100%. Да. Ну, вы не ответили на мой вопрос, как вы попали в Самарский художественный театр, а как вас, да, привела сюда дорога. И, собственно, расскажите о премьере. Мы ее проанонсировали. Почему вы выбрали именно эту пьесу Вампилова? Пожалуйста, расскажите. Так, первый вопрос. Как попали в Самарский художественный театр? Вы знаете, очень просто. Наш замечательный учитель, наш мастер написал нам всем, сказал коллеге, кто хочет попробовать прислать заявку в Самарский художественный театр. Мы все откликнулись. И у меня была уже разработка этого спектакля. Я над ним работал прежде. Но с армянскими актерами, конечно. И мне стало интересно все-таки сделать это с русскими артистами. И я просто прислал свое единственное предложение в Самарском художественном театре. И был очень счастлив, когда мне позвонили. Да. Сколько вы работали над подстановкой. Ну и давайте озвучим уже дату премьеры. Ну и, конечно, всех пригласим. И почему стоит прийти, Артур, на вашу постановку? Вы знаете, над пьесой и вообще над этим спектаклем я принял решение работать вот приблизительно в эти дни год назад. Я уже год варюсь с этой пьесой. Я уже вкладываю в нее очень много личного. Пытаюсь создать на сцене много любви, много трепета. И сама история меня зацепила именно этим, что она про двух замечательных людей, которые пытаются поступить правильно в очень невероятно сложных для себя обстоятельствах. И, по сути, эта история – это мечта. Вот хочется быть, как они, но это сложно так поступить хорошо и правильно по отношению друг к другу, людям. И мне хочется вместе со зрителями, чтобы нам удалось создать эту мечту и вот помечтать вместе. Да, озвучим, что эта пьеса называется «Дом окнами в поле». Как встретили вас актеры? Сложно ли было работать? Нашли ли сразу понимание, общий язык? Я скажу, что во второй половине программы мы поговорим как раз с главными героями этой постановки. Но прежде расскажите, пожалуйста, почему выбор пал именно на этих актеров? Потому что в Самарском художественном театре актеров много. Как проходил кастинг, как проходила работа. Это же все очень любопытно. Расскажите. Определенно история интересная. История довольно-таки длинная. Я даже не знаю, с чего начать. Вы знаете, на самом деле все получилось достаточно удачно. Я ведь искал в артистах людей с тем опытом, который нужен мне был именно в этих персонажах. И по энергии я искал схожую энергию, чтобы люди друг к другу подходили. Поэтому, да, действительно, в Самарском художественном театре артисты довольно хорошие, способные, интересные. Талантливые. Талантливые. И каждый в своем способен раскрываться. И раскрывается на сцене. Я видел спектакль из Самарского художественного театра. Но я выбирал с точки зрения того, подходят ли два человека друг к другу. Как они могут сосуществовать вместе. Как они могут сосуществовать вместе. И я увидел в Сергее и Анне людей, которые сосуществуют вместе. Там есть необъяснимая энергия, которая рождается. Поэтому мой выбор пал на них. Ну, я думаю, что о процессе тоже нужно будет немного сказать. Ну, и о результате, когда будут премьерные даты, и все-таки я еще раз вас спрошу и сакцентирую. Почему стоит прийти посмотреть вашу постановку? Мою постановку, нашу, вернее, постановку, она уже не только моя, что приятно, что радует. Стоит прийти посмотреть, потому что мы там создаем очень много трепетного отношения друг к другу. Мы создаем то, чего, на мой взгляд, банально в нашем бытовом житейском мире не хватает. Не хватает каждому, да, из нас? Каждому не хватает. Эти люди, которые прописаны у Вампилова, я считаю, что каждый из нас должен увидеть в них пример, чтобы как-то вот для себя пытаться становиться лучше. Ну, все-таки Вампилов задумывал, и когда писал эту пьесу, я прочитала в одном из интервью, что это все-таки он задумывал как комедию. Что получилось у вас? Все-таки это более мелодраматичная история. Зрители, которые придут, все-таки будут смеяться, либо будут больше грустить. На какие эмоции стоит, вот какими эмоциями стоит запастись, когда придут... Вы знаете, это не та комедия, на которую ты приходишь развлечься, посмеяться. Такой цели не стояла у меня с самого начала. То есть зритель пусть не надеется, что будет гогот. Но получается такая история, в которую хочется вникнуть. И сейчас есть то ощущение, которое я искал. Это... Вот возникает тепло какое-то в сердце от того, что происходит. Тут скорее ты узнаешь какие-то вещи про себя. То есть это жанр комедии, но не в таком классическом варианте. Это скорее... И мелодрамой это назвать сложно, потому что мелодрамы, они немножко... Это совсем другая история. Здесь я бы жанр охарактеризовал как... как комедийная драма, что ли. Вот так. Ну что же, время наше подходит к концу. Пронансируйте, пожалуйста, даты. Премьер, пригласите всех самарских зрителей, прийти обязательно на, конечно, премьерный показ и последующие. Ну и, конечно, что бы вы хотели пожелать самарскому зрителю, Артур? Самарскому зрителю я хочу пожелать вдохновения, удовольствия от просмотренных спектаклей, немножко терпения, да, не помешает. Но и никогда не забывать, что театр — это место, которое несет очень много культуры. Это большой культурный пласт для человечества. Это очень важно. Поэтому всегда прививайте своим друзьям, своим детям. Любовь к театру. Любовь к театру. Ну и осмучьте. 24 января, 18.30, премьера. Докажет железнодорожников, традиционно. Улица Льва Толстого. Дом, если не ошибаюсь, 94. Да. Ну что же, спасибо вам большое. Очень рада была с вами познакомиться. Надеюсь, вы продолжите работать в Самарском художественном театре, и самарские зрители вас встретят. Ну, действительно, на бис. Спасибо вам большое. Вам спасибо, что пригласили. Да, обязательно. Ну, а свой разговор я продолжу с актерами Самарского художественного театра. Оставайтесь с нами, будет интересно. Итак, я продолжаю разговор с актерами Самарского художественного театра. Анна Колганова и Сергей Трегубов. Здравствуйте, уважаемые гости. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну что же, побеседовала я сейчас с режиссером. Говорили мы как раз о вашей премьере «Вампилов. Дом окнами в поле». Ну, и вы, как это, конечно же, логично, да, вы главный герой этой пьесы, главные роли исполняете именно вы. Ну, первый мой вопрос. Скажите, пожалуйста, вот чем лично вас зацепила эта история? Давайте, наверное, с вас, да, Сергей? Так, ну, мой герой, Владимир, это человек, как сказать-то даже, такой правильный, такой целеустремленный. И та ситуация, в которую он попадает, достаточно интересная, он такой справедливый, добрый. Ну, вот все качества, наверное, которые могут быть в сельском учителе, ну, не то, что в сельском, просто в учителе, который работал в сельской школе, вот он совокупно всех этих качеств. И когда читаешь, хочется быть таким же, как он, наверное. Это, конечно же, мечта, скорее, но хочется прям читать. Хочется обладать такими качествами. Да, и в жизни. Пример, кстати, да? Мужчина такой, настоящий мужчина. Настоящий мужчина. Анна, ну, у меня аналогичный к вам тогда вопрос. Ну, когда я читала пьесу, первое, что меня зацепило, насколько она простая, с одной стороны, а с другой стороны, насколько она сложная. Потому что люди, люди простые, люди добрые. Казалось бы, да? Дело в деревне происходит. Да, да, дело проходит в деревне. Люди без двойного дна. Но почему у них, вот, не складывается их личная жизнь? Почему они боятся? Какие у них проблемы, трудности? И как они преодолевают это? И преодолевают такими способами, повторюсь, без зла, без каких-то военных стандартов. Не подставляют друг друга. Да, что сейчас, наверное, очень сложно представить себе такую любовь, такую искреннюю, чистую, настоящую. И вот этим меня зацепило, что два одиночества нашли друг друга. И смогли, смогли. спойлер. В итоге-то, да, хэппиэн все-таки, да? В итоге хэппиэн, это слава богу. Но вы знаете, я хочу вопрос задать вам идентичный, который я задавала Артуру, режиссеру этого спектакля, этой постановки. Вот когда происходил кастинг? Ведь как это вообще происходило? Это была читка, и потом режиссер объявил свое решение. Для вас это было неожиданностью, либо наоборот, это стало приятным сюрпризом, что вы стали главными героями этой пьесы? Ведь, повторюсь же, у вас достаточно большой коллектив в театре. Да. Ну, как сказать? Ну, как есть, расскажите. Мы играли не по правилам. Так нельзя говорить. Так как мы были в разных городах, то, так сказать, кастинг происходил онлайн. Так. Мы созванивались по видео с режиссером и читали пьесу по видео. и уже в процессе он сделал свое решение, выбрал, также посмотрел фотографии, посмотрел записи наших спектаклей и сделал определенный выбор. А что вы почувствовали, Сергей, когда вам сказали, что вы будете исполнять главную роль? Я так был настроен, так хотел этого. Да. И я такой думаю, yes. Мысли материальные, да? Мечтаете правильно, мечты сбываются. А как проходил репетиционный процесс, я не могу вам не задать этот вопрос, режиссер новый, да, ведь вам со многими режиссерами приходилось работать, в том числе и столичными режиссерами, да? Был такой у вас опыт, как происходила работа, репетиции, довольны ли вы результатом, уважаемые актеры? Да. В общем, да, процесс был интересный. Ну, сначала было немножко страшно, как обычно бывает, приедет режиссер, мы друг друга не знаем, он не знает нас, мы не знаем его, но Артур оказался настолько своим, что ли, человеком, что... Современным режиссером. Да, да, что вышло довольно дружелюбно, у нас компания собралась, и мы получали удовольствие, репетируя, когда что-то находили, ковыряли, тут нашли, так радовались все вместе. Ну, и нас мало было, там, мы втроем собирались. Ну, то есть, это в любом случае получило совместное творчество, да? Да, да, это получило совместное, что очень дорого. Есть ли какие-то интересные, Сергей, на ваш взгляд, режиссерские ходы в этом спектакле? Не скучно ли будет самарскому зрителю смотреть эту постановку? Вот мы вначале тоже задавались этим вопросом, наверное, но на самом деле нет. Пьеса-то, на самом деле, читается буквально за 10-15 минут, но у нас получился вполне себе полноценный спектакль на час лишним он длится. И мне кажется, ну, на мой взгляд, конечно, я со стороны не могу сказать, но по ощущениям, по ощущениям зрителям будет интересно наблюдать за этим, потому что на сцене всего два человека, они находятся в одной ситуации. Это же ведь очень сложно на самом деле, конечно, заинтересовать и чтобы продержать вот в этом эмоциональном напряжении достаточно долгое время, ну, хотя Артур сказал час двадцать, да, может быть, все-таки поболее. Ну что же, как вы полагаете, этот спектакль будет долгожителем в Самарском художественном театре? Конечно. Думаю, да, нашему зрителю он понравится, потому что... Пьеса благодатная, либо у вас игра талантливая, все в совокупе. И режиссерский талант, безусловно. Да, да, потому что добрая история, это важно очень зрителю. Как бы смотреть взаимоотношения людей, которые происходят вот здесь, перед тобой рождаются они, это же захватывающе. Ну, кстати, на какую аудиторию больше всего рассчитана эта пьеса, как вы считаете, Сергей? На самом деле, это будет всем, мне кажется. Всем интересно. Да. Будет и молодежи, и более зрелым. Потому что более зрелые люди, они, возможно, узнают себя, даже там свою молодость, допустим, посмотрят. А молодым будет полезно учиться. На будущее. Да, на будущее. задел. Ну, давайте поговорим о премьере. Если все мы сказали, может быть, вы о чем-то хотите еще сказать, ну и пригласить, конечно, зрителя. Есть такое желание? Почему стоит прийти? Я, кстати, Артур тоже спрашивала на эту постановку. Знаете, очень ценно для меня лично всегда, когда после спектакля у зрителя рождаются некоторые желания. я думаю, что после этой пьесы будет, после спектакля будет такое желание там позвонить своей девушке, либо девушке позвонить своему парню, либо мужу обнять свою жену, жене там приготовить вкусный ужин мужу, что эта пьеса, спектакль пробудит в людях вот эти их нежные нотки, напомнит их, что любовь это самое главное в нашей жизни. А вы как считаете, Сергей? Да, я соглашусь. Ну вот, кстати, когда проходят генеральные прогоны, а ведь они же, да, у вас уже были, и ваши коллеги смотрели, ну уже вот, да, вот такой полноценный продукт, который получился в итоге. Вот какие эмоции испытали ваши коллеги? Видели ли вы слезы на их глазах, либо наоборот, это было такое вот эмоциональное состояние, что хотелось поделиться им с окружающим? на самом деле еще очень мало наших коллег видела наш спектакль. Еще не было такого полноценного именно прогона, он уже прям на днях уже состоится, поэтому, ну лично мне вот очень нравится. Вот так скажу. Если уж мы, как актеры, получаем удовольствие от того, что мы делаем, я думаю, что и зрителям это понравится и не оставит равнодушным. Когда еще раз премьера? Премьера у нас 24 января в Доме культуры имени Пушкина, ДК «Железнодорожников», как хотите его называйте, в 18.30 приходите, будем очень рады вас видеть. Ну что же, давайте поговорим и о вашем театре. Сейчас какой репертуар? Расскажите о спектаклях, которые идут сейчас в театре. У нас вот спектакли, спектакли, скоро будет спектакль «Интуиция», по пьесе Александра Цыпкина, современная. Так, это тоже премьера? В сентябре, да, в сентябре вышла. Вышла в сентябре, ну достаточно новый спектакль. Давайте поговорим, есть время, еще и проанонсируем спектакль этот, почему нет. Давайте поставил его наш молодой режиссер, который у нас и актер, и режиссер, Никита Попов. Это его вторая работа в нашем театре. Пьеса «Интуиция» по пьесе Александра Цыпкина, «Современника». Там играют два, ну, два героя, два главных актера, и актеры играют по несколько ролей. То есть, спорили, тоже не хочу, потому что, ну, тема о жизни. И вот здесь я уже могу сказать, что люди после нее уходили, и что-то прям для себя решали, что каждый день должен быть как последний, что не нужно откладывать ничего, что нужно делать здесь, сейчас, что нужно звонить маме каждый день, что нужно любить, что нужно говорить, если какие-то есть слова для человека. Ну, Никита достаточно молодой актер, перспективный, еще и режиссурой, да, решил заняться, и достаточно успешная постановка, да, как вы говорите, судя еще и по откликам зрителей. Но вот вы знаете, лично мое мнение, что спектакль для актера, ну, это вот как ребенок, ведь, да, скажите, а всех ли своих детей вы любите, ну, одинаково, или может быть нет? А как не любить? Как не любить, да. Это невозможно. Как? Я люблю каждую свою героиню. А как, если я не буду ее любить? Что с ней будет? Она пропадет на сцене, потеряется. Нет, это невозможно. Какой ваш самый любимый спектакль и роль? Они все любимые. Не могу. Ну, может быть, с каким-то особым пиететом относитесь вот к определенной роли? Я очень люблю Нину Заречную свою в «Чайке». Да, это дорогой нашему театру спектакль. Да, их много, но вот я всех, всех люблю. Невозможно. Как можно ребенка одного любить, а кого-то меньше, больше? Сергей, что скажете? Ну, у меня не так пока много детей, так скажем. Но тоже нельзя выделить, конечно, еще же есть дети, которые отрицательные персонажи. К ним тоже особенная любовь. Ну, вот у меня Беркутов есть. Вот его я люблю. И еще он сейчас меняется от спектакля к спектаклю, все обрастает новыми красками, и вот приятно над ним работать. Да. Ну, скажите, какие, возможно, знаковые события произошли в вашем театре в году ушедшем? Может быть, расскажете о планах на 2024 год? Что уже задумано, что реализовано? Ну, и, может быть, чего-то ждете особенно? Мы ждем премьеру, во-первых, ближайшую. Переживаем, работаем над ней. Вот, это, наверное, сейчас пока главное наше переживание. Так далеко мы заглядываем. Да, Анна, что для вас? Не в нашей компетенции так далеко заглядывать немножко, но премьеры будут, это еще не последняя премьера в этом театральном сезоне, еще будут премьеры, также, пока не буду говорить, какие, будем анонсировать все. Совершенно с вами согласна, ну, а может быть, что-то произошло такого интересного, о чем стоит сказать году ушедшему, спасибо в театре? Либо все так было ровно, спокойно? Нет, что, спасибо, нужно сказать зрителям за то, что выбирает наш театр, за то, что приходит на наши постановки, у нас, я думаю, есть и постоянные зрители, которые ходят на все наши постановки. Спасибо нашим режиссерам за работу, которую мы провели, потому что у нас в прошлом году тоже были премьеры, да, у нас «Волки и овцы» была премьера по Островскому, еще были премьеры также, поэтому мы работаем, это вот самое главное, что мы работаем, работаем от души, для зрителя, для себя, стараемся, развиваемся, самое главное, не стоим на месте. Да, ну и, конечно, да, я с вами полностью согласна, что зрители голосуют за вас не только ногами, потому что они приходят в ваш театр, ну и, конечно, дарят нескончаемые аплодисменты, я лично была свидетелем этому и не раз, когда, ну, действительно, работы очень-очень достойны. Спасибо вам большое за участие в программе, и я, конечно, желаю, чтобы спектакль был обязательным долгожителем, и чтобы все надежды, которые возлагал на, и возлагает на них режиссер, ну и, конечно, вы, актер, обязательно оправдались. Этот спектакль жил долгие-долгие годы. Спасибо вам большое за ваш очень колоссальный и сложный труд, я бы сказала бы так, но благодарный. Спасибо большое за участие в программе, спасибо всем тем, кто был сегодня с нами, вы смотрели программу в город Тесну, а 24 января Самарский художественный театр ждет всех на премьеру. Не пропустите. Всего хорошего. До свидания.